Приветствую всех на своем канале, социопат часть 3. Как выживать социопатом? Вот сейчас конкретно поговорю об этом. Очень важно было проговорить все, что я сказала в первых двух частях. Очень кратко, никакой воды, все четко. Итак, раз его раздражают чувства других, свои чувства, он не понимает, вот как сейчас ему помочь немножко, я скажу. Нужно, все-таки, если это ваш близкий кто-то, да, вот вы живете, лучше, конечно, с социопатами вообще не связываться. У вас все пойдет негативно, все плохо вообще, и с вами не знаю, что произойдет, и все несчастья, горести, все к вам притянется. Но если это, допустим, либо там ребенок ваш, либо родственник, в общем, так получается, что либо вы как специалист работаете, нужно показать этому человеку доверие, что вы ему будто бы доверяете. И что какие-то, а если близкий человек, он может как-то объяснять чувствами. То есть вообще резко социопату нужно говорить нет. Вот когда он начинает что-то, какое-то действие против фраз, сразу нет. Вот, знаете, стоп, нет, все, никаких нет, все, нет. Иначе вы будете настоящей жертвой, он будет дальше, 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 дальше вас вот так вот хапать, 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 понимаете, просто загрызет и съест. В конце концов, может изнасиловать и убить. Дальше, что вы делаете? Естественно, препаратами это тоже лечится. И вот уже дальше идет психотерапия. То есть проработка прямо вот корня, откуда это все произошло. Да, с социопатами работать можно. У социопатов чуть-чуть, не то что есть эмпатия, но какие-то предпосылки к эмпатии. То есть вы должны сказать, вот ты когда это делаешь, у меня вот такие чувства возникают. Но нельзя кричать, срываться, орать на них, требовать что-то от них. Они сами кого угодно, как говорится, зачморят, они скажут и никто. Из этих отношений женщина, конечно, выйдет вся просто, знаете, как потрепанная какая-то бабулька. Потому что вот такого издевательства, как бы вот, как, допустим, вот с социопатом и с психопатом, тут уже вот нарцисс даже и рядом вообще не стояла, или какая-то истеричка. Истеричка, истерички вообще самые тут хорошие, истерички, чувства, чувства, да, эмоции. Итак, как я уже говорила, психопаты это главарей бан, социопаты это уже исполнители. И неправда, что они нравятся всем, они вообще в тени любят находиться. И у них свои правила. Хочу курю в подъезде, хочу бухаю на лавке, хочу включая громко музыку, но других он будет требовать, чтобы была полная тишина. Да? А за собой он ничего не видит. То есть не понимает своих чувств, не понимает чувств людей. То есть вообще это потенциальные и идеальные роботы-убийцы, потому что у них нет эмоций. Вообще, благодаря чему люди людьми остаются? И кто остаётся человечным сейчас в данный особенно момент нашего времени? Вообще вот что сейчас происходит? Только те, кто хотя бы как-то чувствует свои эмоции, а соответственно немного эмоций других людей. И всё, всем удачи, психопаты, социопаты. С такими жить людьми нельзя.